Привет, бариатрика! С вами снова Женя Пугач из Израиля. Хотел с вами поговорить о йогуртах, о молочке. Вот, к примеру, не очень давно у нас появились такие йогурты Pro, где вот на такой баночке 18 грамм белка. Ура! Победа! Круто! А смотришь на состав, понимаешь, что не круто. Вот мы сейчас рассмотрим конкретно эту бутылочку. Да, со вкусом персика, молочная такая штука, классная. Скажу сразу, вкусная, вкусная, я попил, вкусная. Давайте рассмотрим. Я буду говорить конкретно состав на 100 грамм. Да? Энергия, калории 73. Ну, нормально, да? Жир 1.7. Нормально, немножко. Натран. Соль. 43 миллиграмм. Многовато. Дальше. Углеводы. 6.1. Нормально. Теперь мы приходим к самому интересному. Сахар. 6 грамм. 6 грамм сахара на 100 грамм. Причем тут на сахаре стоит звездочка. Рассмотрим, что написано под звездочкой. Источник сахара. 3.4 грамма из молока. В молоке присутствует сахар. Почему, когда пьем молоко, оно сладкое, да? И 2.6 грамма сахара добавленного. То бишь не сахарозаменителя, а, блин, сахара. Получается, в ложечках сахара, здесь полторы ложки сахара на 100 грамм. Блин, много. Билки на 100 грамм получается 6.8. Это нормально, это классно. А что интересно, магний, седан кальций, извиняюсь, кальций, 118. Это круто. Теперь, что происходит? Когда вы пьете такой йогурт, такого типа, где есть сахар, он вкусный. Мой вам такой дружеский совет. Если вы хотите пить такой йогурт, вы должны понимать, вы должны этот йогурт принимать не как добавку к еде, а как отдельная, полноценная трапеза. Трапеза. Поэтому все эти йогурты, где написано, где есть много белка, не воспринимайте их как добавку к еде. Это полноценное блюдо для бариатрика. Я, допустим, вот такой йогурт, тут в банке 265 грамм, я выпил где-то примерно половину и насытился. И перестал его пить. Поэтому решил его вам показать, потому что, блин, тут до хрена сахара. Будьте аккуратны. Смотрите на то, что вы едите. Обязательно, обязательно читайте состав. Потому что, если вы состав читать не будете, ой-ой-ой. То же самое, эта фирма сделала такую штуку. Они сделали такую молочную массу, типа как творожок такой, жиденький. И написано на банке 50 грамм белка. Так, блин, там банка в полкило, понимаете. Надо смотреть, что вы покупаете. Как я разговаривал с многими людьми, кто занимается производством молочных вещей, слово белок сейчас побеждает. Это такой слоган, который хотят покупать все. Потому что, ой, там белок, там круто! Вот. Смотрите на состав. Как можно меньше сахара. Если есть сахар, пусть будет сахарозаменитель. Если есть углеводы, пусть их будет мало. Не больше, чем белка. С моей точки зрения, с моей точки зрения, оптимальное соотношение белков и углеводов, чтобы белка было в два раза больше, белка в два раза больше, чем углеводов. Это такое мое лично сугубое мнение. И если белка больше, чем в два раза, то я его беру обычно с уверенностью больше, чем на 100%. С вами был Евгений Пугач. Канал «Привет бариатрикам». Если это видео полезно, поставьте ему лайк. Поделитесь всем с вашими друзьями. До новых встреч. Всего хорошего. Пока.